сегодня будем делать с вами новогодний макияж я абсолютно без макияжа у меня здесь рядышком зеркало будем с вами сегодня делать красиво и интересно сегодня будет достаточно активный макияж я хотела рассказать про новинки вот про такие прекрасные наши ресницы но я вам о них рассказывать не буду вот только так чуть-чуть покажу как бы это могло выглядеть как будто бы я быстро-быстро нарастила реснички до полосали конечно же разницы но их к сожалению уже нет на складе поэтому главный акцент моего прямого эфира будет на другом мы будем с вами сегодня делать смоки так и ну чтобы готовы к смоки я знаю что будущий 21 год это будет год быка причем необычного это насколько я знаю стальной бык поэтому все остальные моменты все моменты где у нас что-то сияет и блестит очень и очень актуально и мы начнем с вами не с тона не с бровей хотя можно на самом деле начать из бровей но мы с вами начнем все-таки с глаз сначала и потом уже будем доводить до идеала тем не менее хоть мы с вами и не начинаем с глаз первое с чего я начну это с моего любимого тонального средства либо консилера и здесь я конечно же беру любимейший или skin консилер я честно говоря всегда пользуюсь этим продуктом и очень-очень его люблю сейчас аккуратно просто прозатонирую глаз вы также это можете сделать с помощью стойкого консилера либо базы под тени тоже будет актуально и удобно и просто таким образом выравниваю поверхность всем доброго дня выравниваю поверхность и вычищаю ее да то есть что у меня ничего не смущало пушистой кисточкой нам сейчас не так уж и важно как мы это нанесем и сейчас просто как база смотрите следующий продукт вот и карандаш подводка мокрый асфальт вот у меня в руках вот так вот выглядит очень красивый цвет не просто черный или серый а сияние с таким легким легким сиянием очень красивый цвет и мы сейчас с вами будем делать основу для наших смоки нам нужно будет какую-то часть подвижного века просто закрасить этим карандашом он достаточно быстро пудрируется сначала я прокрашиваю всю линию просто ресниц но не дохожу слишком близко потому что у меня близко посажены глаза я вот эту часть первую треть глаз я ее не акцентирую поэтому просто так вот прокрашиваю рисую своеобразный лепесточек вот таким вот образом да что мы делаем мы сразу же вооружаемся кисточкой и аккуратненько растушевываем нам важно чтобы тени заполнили и очень очень мягко легли чтобы не было никаких четких границ четкие границы это либо если у вас какой-то вы каким-то образом стилизуете макияж до под тот или иной образ либо стрелки чуть-чуть на нижнее веко таким вот образом и у нас уже с вами получается такая легкая дымка то же самое я делаю и с другим глазом я думаю что нужно будет еще добавить потому что мы будем работать еще за другими цветами сухими текстурами опять рисуем лепесточек я не слишком стараюсь и растушевываю той же самой кисточкой расскажите мне как ваше настроение умеете ли вы делать смоки готовы ли вы уже к новому году будете ли вы повторять макияж можно будет стать 31 числа прям открыть этот мастер-класс если вам конечно понравится но я обещаю что результат будет симпатичным сейчас я практически без макияжа и все не так красиво как хотелось бы пока что но ничего страшного мы скажем так движемся к красоте добавили еще и растушевали уже до глаза смотрите обратите внимание как глаза сразу же раскрываются распахивается просто остаточки я чуть-чуть переношу вниз но не бойтесь мы будем добавлять нижнюю тушевку обязательно а что я делаю дальше смотрите у меня здесь аж три палетки полных и на самом деле здесь хочется показать вам несколько цветов благородной серой на основе которой мы будем делать смоки сливовый тауп из которых мы будем с вами растушевывать это так называемый цвет усталости и жемчужно-розовый цвет который нам очень здорово подчеркнет внутренние уголки и даст нужные блики и сначала мы с вами возьмем как раз таки благородной серой смотрите вот так вот выглядит в палетке этот свет таким вот образом давайте я покажу вам сводч да то есть вот на пальчики он вот такой вот смотрите какой красивый кстати можно наносить прям пальцем он получается очень очень близок по цвету к нашему с вами карандашу когда вы наносите пальцем те или иные тени они накладываются более акцентированно то есть более пигментированным получается макияж очень красивый блик телефон с угодно плавание поэтому я могу вам показывать телефон и показывать и то же самое делаем с другим глазом очень красивый блик я потом еще сделаю не знаю сэлфи и выложу stories прям пальцем это на самом деле абсолютно не зазорно многие именитые визажисты пользуются профессиональной косметикой да таким тяжелыми текстурами и даже их накладывают пальцем это вообще абсолютно не страшно и не сложно глаза просто как будто бы больше в два раза и вы спросите лена а где же нижняя тушевка она будет никуда не торопитесь то есть по сути у нас уже с вами основа смоки готова делать нечего как будто бы но нам с вами также что нужно нам нужно с вами максимальная такая мягкая легкая тушевка и конечно же нам нужен с вами блик мы с вами берем розовый оттенок вот такой вот покажу вам картинку жемчужный розовый и небольшое количество мы с вами закладываем в основание глаза внутренний уголочек и снизу сверху нам нужно с вами подчеркнуть такой легенький блик рисуем а сливовый тауп третий цвет до который как я уже сказала его можно назвать цветом усталости и мы с вами будем делать мягкую тушевку и также нанесем внизу но прежде чем мы просто будем наносить тени вниз мы с вами снова возьмем наш карандаш о котором я с самого начала сказал и будем прорисовывать межресничное пространство сверху то есть я сейчас прокрашиваю между ресничками прямо этим карандашом как каялом и снизу снизу так достаточно активно мы должны это с вами сделать если есть какие то вопросы задавайте прям постараться и когда такая вот четкая тушевка у нас с вами сразу глаз хоп и стал как будто в меньше нам нужно с вами что сделать нам нужно звать взять с вами кисточку и ввести карандаш прямо в реснички нижние то есть чуть-чуть его опустить я это делал таким достаточно легким движением как метелочкой просто прокрашиваю и опускаю также дальше и получается уже конечно совсем другой вид живую смотрится еще красивее чем на видео на самом деле что я могу сделать еще я могу вот так вот нанести на тыльную сторону руки небольшое количество взять и нанести на внешний уголок чтобы чуть-чуть отредактировать форму потому что она сейчас у нас такая круглая мы можем также увести в такую знаете более кошачью форму вытянутую таким вот образом либо круглую если говорить о том что сейчас более актуально тут даже не скажешь и круглая и такая острая форма они обе очень очень актуальны люблю наши тени за то что они быстро и легко растушевываются очень красиво делаем то же самое и на другом глазу межресничное пространство сверху карандаш легко скользит я уже человек закаленный поэтому у меня глаза не не слезятся но на самом деле вот у нас очень деликатный в этом плане карандаш и никаких проблем с ними особо не возникает и снизу прямо закрашиваем и с листу часть и также работаем над прорисовыванием пространство между ресничками этой кисточкой аккуратненько бреснице втушевываем втушевываем и опускаем вниз сейчас еще макияж смотрится скажем так недостаточно эффектно потому что на мне нет тона абсолютно то есть вы видите мои следы усталости мои синяки под глазами мы это будем редактировать мне еще нет бровей скажем так и также дорабатываем форму аккуратненько если вы будете также двигаться поэтапно как двигаю сейчас я у вас вообще не будет никаких проблем с новогодним макияжем кстати если повторить и отмечайте отмечайте меня в ваших публикациях буду смотреть и радоваться что вы повторили мастер-класс и макияж будет очень здорово а если прям у вас хорошо получится провести такой мастер-класс своих структурах повысить активность макияж очень простой но эффектный таким вот образом у нас все с вами получается и сейчас мы с вами возвращаемся к цвету то у по которым я говорила цвет усталости вот он таким образом выглядит и что мы с вами делаем мы с вводим этот цвет в тушевку чтобы она нас была еще более широкая делаем это права там так оба глаза и в тушевку сверху также добавляем это такой некий переходный цвет которым нам нужно с вами расширить границы наших смоки то есть от получать с вами вообще растушеванные границы я кстати сейчас даже рисую не с помощью пушистой кисточки которая очень просто на самом деле растушевать а вот такой вот плоской и тоже все легко растушевывается наши тени имеет очень мягкую текстуру бархатистую их практически невозможно переборщить надо сильно постараться у нас получается вот такие вот смоки легонечко я еще прохожу чуть-чуть вычищаю форму но сейчас мы вычистим форму проще всего с помощью тонального средства но прежде чем мы перейдем к нему давайте я вам поближе покажу такие смоки прежде чем берем с вами к тональному средству давайте поработаем над ресницами и здесь конечно же наша новинка я вам покажу сейчас всем доброго дня это так извините здесь неправильное название это не набор с магнитными накладными ресницами это тушь конечно же наш тушь пять в одном в новом цвете сиянием черный индиго ее название кисточка наша привычная пять в одном и здесь мы что с вами делаем и очень близко к корням подходим и такими вибрирующими движениями прорабатываем вибрирующими движениями и вытягиваем это простой макияж и он смотрится очень очень эффектно знаете если честно я даже не знаю куда мне теперь придется пойти днем во вторник не пропадать же макияжу зря очень красивые глаза получаются как всегда у нас с вами в прямом эфире преображение самое настоящее в входе в основание ресниц вибрируем и вытягиваем делаем это и с нижними и с верхними ресницами в таких смотрим и сами никогда не забываем про нижние ресницы но здесь можно конечно увлечься и прям плотно-плотно поработать очень красиво с ресницами наложить несколько слоев давайте посмотрим как бы это смотрелось накладными ресницами еще чтобы это у нас такое было ну вот был бы вот такой вот супер супер вариант огромнейших глаз очень круто но их нет на складе к сожалению поэтому если вдруг понадобится вы знаете зайдите на сайт не поленитесь и поставьте чтобы вам пришло уведомление когда эти ресницы появятся договорились мы с вами а теперь мы будем с вами заниматься тоном и на самом деле здесь тоже не без лайфхаков но тела и хаки скажем так о которых я вам сейчас расскажу это уже наверное то что я рассказывал неоднократно сейчас тон буду делать помощью этих двух консилеров мне сейчас очень не нравится мой цвет лица если честно декабрь конец декабря работы много бывает какие-то стрессы уже накопились под конец года не только работа конечно же это касается мы с вами понимаем плюс отсутствие солнца уже на постоянной такой основе и у меня не загара на лице никакого-то знаете вот просто здорового цвета и если честно вот какой бы я не нанесла тональный крем мне почему-то так вот сильно не подходит как подходит наш консилер в оттенки nude beige 306 17 он дает мне какой-то очень такой правильный цвет легкого легкого загара причем он не отличается от того что у меня появляется на шее да то есть грубо говоря он просто сливается с цвет моей кожи как будто бы чуть-чуть капельку его подтепляя просто капельку и это вот та самая нужная капелька нам здесь в отсутствии солнца которая нужна я также тонирую губы потому что у меня еще будет макияж губ легкий маленький такой макияж губ у меня будет но тем не менее и наношу его можно нанести как рукой руками спонжиком как вы любите либо кисточкой но вот этот вот консилер это просто какой-то вау-продукт появляет такой сразу светоотражение лицо очень преображается жалко что телефон транслирует искаженную картинку потому что я сейчас вот в зеркале с собой уже практически полностью довольна осталось прям буквально несколько моментов называем лук аккуратненько втушевываем еще чуть-чуть больше наложу чтобы у меня прям лицо было вообще идеально по цвету так наталья надо мной смеется наверное что-то смешно сказала увидела при увидела комментарии только сейчас ну вообще все прям здорово если вы понимаете что цвет немножко отличается от шеи носите вот здесь вот по бокам еще аккуратно небольшое количество и по открытым участкам это могут быть ключицы либо только например шеи если вы будете в красивой водолазке и так у нас есть с вами тон и я хочу еще чуть-чуть поработать надо синяками под глазами я уже беру другой цвет этого консилера это nude pink это же буквально капельку нанесу пальчиком я люблю кстати очень работать руками а не кистью и потому что тональное средство либо консилер они очень здорово раскрываются за счет температуры тела да чуть-чуть так подогреваются эмульсируются я не знаю если можно так сказать и когда я работаю с какими-то то есть если консилер наношу просто как тон то я его сразу растушевываю если я работаю какими-то вопросами которые хочу убрать то я наношу достаточно таким уверенным слоем как сейчас и оставляю на несколько минут обычно эти несколько минут я полностью дарю бровям это сделаю и сейчас то есть вот у меня консилер нанесен там небольшое количество но тем не менее вы видите тут нет пинг слегка розовый или незаметно вот он прям нужного оттенка для того чтобы скрыть скрыть синячки то есть вот nude pink это лучший оттенок как мне кажется для того чтобы убрать синячки за счет того что розовый цвет он немножечко так вот она слежает и высветляет и это работает прям вот против вот этих следов усталости а теперь поехали поработаем с бровями я беру нашу цветную тушь в оттенке medium brown если не знаете какой выбрать выбираете medium brown и сначала их просто аккуратно прочесываю пока я этим занимаюсь у меня усаживается консилер у меня усаживается тон я об этом говорю не зря не зря так таким образом мы с вами утолщили утолщили аккуратненько бровки они уже смотрятся достаточно хорошо и естественно но я прибегну к помощи еще своего любимого карандаша jordani gold и прорисую брови чуть четче я считаю что если есть активные такие смоки то и брови можно сакцентировать хотя сейчас да мы замечаем что сейчас в моде не всегда акцентные брови можно держать акцент только один на глазах а брови могут быть практически без макияжа сейчас такой тоже в моде и прорабатываю аккуратненько вторую бровь также те места где хочется добавить волосков однородности так и расчесываю бровки если у вас хорошая форма то конечно же проблем не возникает до чтобы с помощью наших продуктов сделать максимально быстро и красиво сделать бровки сразу же глаза глаза по-другому смотрится абсолютно согласна смотрите в это время нас уже уселся практически вами с вами консилер и мне остается лишь аккуратненько аккуратненько доработать и это место я чуть-чуть этим консилером под съела тушевку нижнюю мы это сейчас исправим возьмем кисточку которые работали и добавим сюда еще цвета у меня здесь еще за счет света получается блики и на лбу и под глазами в жизни если честно так не видно нам еще не хватает нескольких моментов для того чтобы их решить мы с вами берем палитру нашу потрясающую палетку и накладываем румянец я обязательно выложу в наш телеграм-канал продукты которым я делала глаза остальные продукты запишу также здесь под под постом у вас будет вся информация смотрите как сразу же преображать лицо когда она румяная классно получается всегда смотрю ваши мастер-классы и пробую также носить макияж это очень здорово спасибо большое за ваши за ваш комплимент мне очень приятно что все это не зря и вам нравится это лучшая обратная связь для меня спасибо большое и также мы с вами можем поработать вот этим вот бронзером да мы берем небольшое количество бронзера и на самом деле здесь я хочу с помощью него еще доработать нашу тушевку то есть мы здесь с вами можем опять добавить из-за этого у нас переходы сами получается самые самые красивые и снизу также добавляем бронзер то есть у нас с вами вообще как будто бы нет никаких вопросов связанных с четкостью у нас все с вами максимально мягко переходы максимально мягкие и вот вы знаете это небольшое количество бронзера который как бы вокруг глаз да то есть но не просто даже на лицо нанесено она все равно как будто бы дает такую как это говорится такой вот нужный нужную теплинку вашему внешнему виду ну и конечно как только ты берешься за бронзер тебе хочется его на месте куда-нибудь еще и нанесем его еще как контуринг но на новый год нам хочется сиять поэтому здесь у нас есть с вами еще чудеснейший абсолютно потрясающий хайлайтер поэтому буковку с чтобы у нас все с вами сияло наносим я вот для прямого эфира я бы припудрилась до чтобы у меня не было лишних бликов но в жизни если честно я припудриваться не стала потому что прям вот нужный такой правильный красивый оттенок получается ну и для того чтобы уже закончить наш макияж хочу вам показать еще один продукт это сияющий блеск для губ он может быть абсолютно любого цвета и для меня сейчас вот будет вот такой цвет наносим и смотрим все сияет все блестит его нет на складе а вы можете выбрать любой блеск абсолютно потому что они у нас все очень хороши губки как ягодки но здесь у нас остается только решить вопрос с прической вот я тоже всегда беру по несколько штук ну и вообще если все у нас пошло по плану и продукцию не скупали так быстро хотя конечно большой плюс мы бы с вами еще добавили сюда потрясающие наши накладные ресницы так-то их конечно не просто без подводки нести и у нас выпускаивать было так разница видно конечно же так ну что давайте я вам покажу поближе макияж при разном освещении вот так вот лучше если не так сильно получается получается такой вот смоки все очень такое сияющее мягкое свежее чтобы на новый год были свежими мягкими ни одного из этой линейки блесков нет ох друзья когда я только готовила этот когда только задумал этот прямой эфир все было и лесницы были и блески были ну что ж скажите наверняка есть на складе вот такие вот потрясающие стойкие помады наверняка обратите внимание на них я вот для себя нашла нового фаворита это лип сенсейшен мат вельвет а оттенок 419 65 шикарный цвет слушайте я не могу просто не видеть на свой макияж у меня прям какое-то такое вдохновение сегодня по поводу этого макияжа и нового года причем что здесь сейчас на прямом эфире кажется что спасибо большое наталья смотрите тушь тушь у нас пять в одном наша новинка в другом оттенке это черный индика и смотрите вот макияж смотрится достаточно светлым я смотрю сейчас зеркало я понимаю что он очень акцентный если вы делаете вот такой макияж как у меня сейчас вот вокруг глаз то у меня все скажем так закреплено с помощью сухой текстуры это значит что я могу не бояться а так для вас есть тушь но у компромайс и еще какой момент у нас есть потрясающая база под тушь от jordani gold если вы ее нанесете то тушь также держится лучше целом эта тушь мне понравилась у нее классная кисточка поэтому я ее советую все те кто любит пять в одном она им понравится ну что я желаю вам всем шикарного дня отличного настроения и самых красивых макияжей всем до скорого пока пока